Уже расследовала и направила в суд. Четыре долгих года Владимир Колесниченко сражался за справедливость. Он не сошел с ума и не опустил руки в борьбе за правду. Правду о смерти его супруги Светланы во время родов в одной из престижных клиник Одессы. Они прожили 13 лет, растили дочь и решили завести второго ребенка. Наблюдавший Светлану врач, несмотря на показания для кесарево сечения, решил, что 36-летняя женщина должна рожать самостоятельно. В итоге сын Владимира погиб так и не родившись, а его жена истекла кровью. Ургентную помощь ей вовремя не оказали. Вспоминать тот день Владимиру тяжело. Она ушла и ее нет. Текунда пространства непонятных. Для того, чтобы не сидеть с ума и прекрасно это все понять и осознать, нужно было немножко времени. Слава Богу, рядышком были друзья, и слава Богу было то, что я прекрасно понимал, что мне плохо, а еще позже я понимал мою дочь. Четыре года прокуратура расследовала уголовное дело и, наконец, передала его в суд. Обвинение предъявлено главврачу роддома и лечащему врачу. Им меняется халатность и злопотребление служебным положением. В ходе, в самом начале следствия, были установлены обстоятельства, что причиной устало смерти этих наследов, несвоечасная диагностика во время обслуживания, позже ургентное оперативное втручание в процессе пологой допомоги, и далее стало то, что стало. За годы хождений по всем инстанциям никто из медиков не то, что не признал вину, никто даже не принес соболезнования оскорбящему мужу и 13-летней дочери. Статья предусматривает наказание два года лишения свободы, но, по мнению Владимира, срок не главное. Я знаю, что если сегодня эти люди останутся безнаказанными, я не думаю, что бы они, допустим, наше законодательство не такое сильное, что бы они там сели в тюрьму, там все остальное. Я прекрасно это понимаю. Ну, максимум, что им дадут, это условно. Не в этом дело. Вина их не должна быть наказана. Просто-напросто даже хотя бы во имя других людей. В случае признания судом вины врачей и их ошибки, ставшей причиной смерти матери и ребенка, это станет прецедентом. Единственным случаем в стране, когда за свои непрофессиональные действия медики понесут наказание. Сергей Новиков, Мария Иванова, События Одесса. В Одессе прямо в центре города рухнул балкон. Продолжение следует...